С книга «Открытым оком», 21 том, тема покаяния, вопрос 3435. Вы говорите, что нужно учиться петь духовные песнотыни. Но мы же знали много и хороших песен зауверованных. Разве их совсем нельзя петь? Хотя бы для себя. Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Вот как Библия советует. В Ефесянам 5.19. «Навидая самих себя псалмами и словословиями и песнотыниями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господа». В Ефесянам 3.16. «Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господа». Нужно научиться молиться и в просвещенном Духом Святым Разуме. Простые слова песнотыни будут нести иную информацию, выше зримого. Человек живет один раз. Господь предупреждает каждого. Бытие 6.3. «Не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть. Умение и в простом находить нужное, ценно, в очах Божии». Серахова 22.18. «Если мудрое слово услышит разумный, то он похвалит его и приложит к себе. Услышал его легкомысленный, и оно не понравилось ему, и он бросил его за себя». Иеремий 15.19. «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Подумать страшно мне теперь. Когда б не ту открыл бы ты дверь, не той бы улицей прошел, меня не встретил, не нашел. Ничего особенно в этой песне. Но во мне все вздрогнуло. Я представил, что если бы я 27 сентября 1962 года не вошел в дом, где получил Библию, то я так бы ничего и не знал про Христа. Я так бы и жил во тьме и ушел бы слепым из мира в муку вечную и не имею надежды. Подумать страшно мне теперь о том, или вот совсем уж не христианское песнотыме, более похожее на буддийское, но столько же в нем тоски и столько радости тем, кто знает про воскресенье в воскресшем Христе. В тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес, под птичьи, окликая всех вас, когда того оставил мы в мире. Расул Гамзаков. Или вот с такой тоской в голосе поет Анна Герман о потере любимого. Кто не знает этой песни, но во мне она мгновенно преобразовалась в мысль, что человеку один раз в жизни дается возможность отдать свое сердце Христу, жить с ним. Но пропущен момент и уже дух Божий не касается сердца. Хотя события тоже, и слова те же. Павел оказался во власти Феликса правителя, и тот имел возможность беседовать лично. В любое время суток со Вселенским Учителем. Деяние 24.25 И как он говорил о правде, о воздержании, о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал. Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя. Один раз в жизни был момент, когда пришла душа в страх. Но душа Феликса не откликнулась в тот раз. А остальные встречи уже не достигали до нужной кондикции. Вера ушла. Страх не появился, не появлялся. И момент тот навсегда был упущен. Вся песня совсем даже не о том, а во мне припев, только припев до ужаса и до слез находит отклик. Если не сегодня откликнулся на призыв Духа Божия, то это может быть навсегда потеряно. Навеки вечные, навеки бесконечные, навсегда, навсегда. Итак, Деяние 26-27. При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии двух лет на место Феликса поступил порций февр. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Перестройка не заладилась, момент был навсегда упущен. Один раз в год сады цветут, весну любви один раз ждут. Всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Один лишь раз, один лишь раз. И когда не дождутся жениха души, засидевшись в девках, Тогда начинает куролесить. Из этого стихотворения Некрасова не может вылезти и по сегодня вся Россия. А вот примерно тут, извольте посмотреть, Домок на Косогоре, четыре барышни-сестрицы в нем живут. Так мужикам от них уж просто смех и горе. Именья семь дворов, так бедно, что с трудом, дай бог своих детей, Прохарчить мужичонку. А тут еще беда, что год, то в каждый дом Сестрицы-барышни подкинут по ребенку. Как, что ты говоришь? А то, что в восемь лет, так тридцать три души прибавилось в именье, Убытку барышням, известно дело, нет. Да, сударь, мужичкам какое разорение Некрасов.